Всем привет! Сегодня приготовим торт под названием подарочный. Это очень вкусный торт из советских времен. В нем пропитанный бисквит, нежный масляный крем и много-много жареного арахиса. В качестве основы торта мы приготовим классический бисквит. Смешиваем яйца и сахар, взбиваем не менее 10 минут миксером в плотную пышную пену. Далее небольшими порциями просеиваем муку и аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой. Если не уверены, что яичная масса хорошо взбилась, тогда можете добавить разрыхлитель, примерно 1 чайную ложку. Список всех ингредиентов будет в описании под видео. После того, как вся мука вмешана, должно получиться вот такое густое пышное тесто. Выпекать бисквит буду в кольце диаметром 16 см, но я обернула фольгой. Также на это количество ингредиентов можно взять форму побольше, просто торт будет немного ниже. Выпекаем бисквит при температуре 170 градусов примерно 35-40 минут. Готовность, как обычно, проверяем деревянной шпажкой. Первые 20 минут ни в коем случае не открываем духовку, иначе бисквит может осесть. Пока бисквит остужается на решетке, приготовим крем-шарлотт. В сотейник наливаем молоко и доводим его до кипения. В отдельной чаше смешиваем сахар и яйцо. Очень хорошо перетираем венчиком, чтобы яйцо полностью разошлось. Добавляем массу в горячее молоко. Хорошо перемешиваем, доводим до кипения, затем снижаем огонь и варим еще примерно 2-3 минуты. Затем молочный сироп накрываем пищевой пленкой и оставляем остывать его до комнатной температуры. Остывший бисквит вырезаем из формы и разрезаем на 4 коржа. Высота бисквита у меня получилась 10 сантиметров. Бисквит получается очень мягкий, нежный и воздушный. Если хотите, чтобы он меньше крошился, можно завернуть его в пленку и оставить в холодильнике на 3 часа. Так как бисквит у нас классический, то его нужно обязательно пропитать. Смешиваем горячую воду и сахар и по желанию сюда добавляем столовую ложку коньяка. Для крема взбиваем сливочное масло комнатной температуры несколько минут. Сюда же не забываем добавить ванильную пасту или экстракт. Если у вас ванильный сахар, то добавляем его на этапе заваривания молочного сиропа. Когда масло посветлело, потихоньку добавляем молочный сироп. Продолжаем взбивать еще пару минут и перекладываем крем в кондитерский мешок. Собираем торт. Каждый корж обильно пропитываем сиропом, особенно по краям. Теперь отсаживаем крем и то же самое повторяем со всеми остальными коржами. Субтитры подогнал «Симон» Самый верхний корж обязательно также хорошо пропитываем и сверху обмазываем остатками крема. Всю поверхность торта обсыпаем обжареным арахисом. Предварительно его нужно измельчить и желательно ножом, чтобы было не очень мелко. Готовому торту даем стабилизироваться в холодильнике пару часов. Затем перед подачей его нужно достать примерно минут за 15, для того, чтобы крем согрелся и стал нежнее. И сверху можно украсить сахарной пудрой. Субтитры подогнал «Симон» Это очень простой, но вкусный торт. Советую его любителям советской классики и тем, кто хочет просто окунуться в детство и немного поностальгировать. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита!